В мире Дэнди Он называется Дом Дэнди В нашем мире он анти А в мире Дэнди 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 Доброе утро, дорогие телезрители! Я вообще очень балуюсь! Первый раз делаю выступление для передачи Но они не знают, я Михаил такой шустренький Да, кстати, а что у нас будет в этой передаче? А, ну, наверное, как и обычно Секреты, игры Новинки В общем, смотрите нас Ой, кажется, уже идут В тему, первый раз Дэнди А в мире Дэнди А в мире Дэнди Дэнди А в мире Дэнди Ааааа! Надеюсь, мы не забыли компанию Скваресов? Конечно нет, как можно забыть такую компанию? Она выпустила трёхмерный файтинг Тоба А игра, о которой вы сейчас узнаете, во много раз в ключе этой драки Этот трёхмерный файтинг называется Эхергейс Эхер что? Эхергейс Гейс, 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 гейс Ааааааа Т다и Ааааааааааааааааа-аааааааа Teи Он упал на пола Рааа? Гейс! На первый взгляд, драка как драка, тот же Теккен, всевозможные комбо, огромное количество суперударов, в общем, как обычно. Но это только на первый взгляд. Если же внимательно приглядеться выбор игроков, пощёлкать крестовиной джойстика вправо или влево пару раз, можно увидеть очень знакомые лица. Но всё-таки, кто же это такие? Ну, никак не вспомнится. Ладно, прочитаем их имена. Сефи... Сефир... Сефир какой-то. А, Сефирот! Очень приятная встреча. Здравствуй, дядя Сефирот! Дальше у нас идёт Клауд. А, как поживаешь, братан? Снова меч поломал. Но ничего, чини, чини потихонечку. И вот последний игрок, это Тифа. Ну и дела. Вот так нас решила обрадовать компания Сквайр своей новой дракой. Причём в лучших традициях то было два. Разве что графика стала намного лучше, а трёхмерность прямо как в Бушидо Блейд. То есть, вы сможете хоть в догонялки играть, или подбежать к противнику сзади и дать по репе кулаком. Или же игрушка её, ну или мечом, наконец. А кроме игроков из Файнал Фэнтези, тут есть семь основных. Есть по типу Хуаранга, Лея, Казуя. Также и девушка, дерущаяся стилем Капуэра. То есть, эти. Кроме файтингов и Харгейтс, есть мини-игры. И даже квест, как в Тобол. Об этом можно замолвать отдельное словечко. Например, для этого вида игры даются два игрока. Совершенно не из тех, которыми вы играете в аркаде. В квесте вы собираете оружие, магию, разговариваете с людьми, и не только. Дерётесь с боссами, накапливаете опыт. В общем, всё вперемешку. А что касается аркады, то у каждого из обычных бойцов есть по 3-4 заставки. Наверное, на каждом уровне сложности своя. И ещё есть три секретных игрока. О каких, говорить не буду. Зоны, хоть и не очень большие, но их настолько много, что вам хватит. Тем более, что и музыка написана в современном стиле. А это драм-н-бэс, рейв, брейк-вит и другие. Короче, драка просто отпад. Играем и играем. Играем и играем. Внимание, внимание! В магазине Rollsport появились лазерные указки различных видов с большим выбором на саду. Звёзды, фигуры, фликсы и так далее. В виде письменных ручек и обыкновенных белков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареи, это небольшая цена, приятно удивят вас. Приходите в магазин Rollsport на улице Богданова, Милинского, 33. Выберите свою указку. Сегодня вместо хит-парада я ознакомлю вас с новеньками, появившимся в магазине Rollsport в отделе видеоигр. Там появились многоигровки. На сеге что ли? Нет, на Sony Playstation. Этого не может быть! Я не верю. Поверишь, я сейчас держу в руках целых три сборника. Разберём каждый по отдельности. Сначала гонки. Первая гонка в этом сборнике. C3 Racing. Реалистичное окружение. Погодные условия. 11 стран с головокружительными трассами. Солидный выбор машин. Безусловно, игра найдёт своих поклонников. Далее с левой. Не менее крутая гонка. Только два. Официальная игра британского Touring Car чемпионата. Со всеми существующими командами, машинами и треками. И замыкает список. Конфетка для всех любителей ослабленных гонок. Гранд туризма. Более 290 различных машин от лучших производителей. Огромное количество турниров и реалистичное управление. Ну что, поверил? Да, я не ожидал. Я просто в шоке. Ну что, что там дальше? А дальше мы разберём приключения. Начнём с Crash Bandicoot 3. Где вам представляется возможность не только вдоволь набегаться по временным просторам. А также исследовать подводный мир. Покататься на мотоцикле и на тигре. Поплавать на скутере и полетать на самолёте. Не пропустите такое зрелище. Далее. Bug Life. Приключения одного муравья. В веганском мире насекомых. Огромное количество уровней и множество великолепных заставок не дадут вам забросить эту игру. И третья игра. Легендарный Tomb Raider 3. На этот раз неуловимой Ларе предстоит побывать в джунглях Индии, пробираться через ледяные глыбы Антарктики, побегать через Неваду, Лондон и на островах. В общем, приключения обещают быть интересными. Ты же вроде говорил, что у тебя было три многоигровочек. Давай дели. Да-да, ребята, вот-вот, последняя многоигровка. Сборник боевичков. Тихо. Отдай, отдай. Начнём с легенды. Это самый настоящий исторический боевик. Действие происходит во время феодального строя, где одному из доблестных рыцарей предстоит кромсать нечисть. Кризис Бит. Крутой боевичок драка в стиле Fighting Force и с довольно закрученным сюжетом. Игрушка для всех, кому нужно снять напряжение. И третья игра, и опять супер-хит. Эхергейс от Squire. Про неё вы уже знаете. И хочется сказать огромное спасибо тому, кому пришла идея реализовать данный хит. Да ещё и с игроками в Final Fantasy VII. Каждое воскресенье на телеканале Премьер развлекательная и познавательная программа Мир Дэнди. В ней есть всё, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим Мир Дэнди. Субтитры создавал DimaTorzok Ха-ха! Надеюсь, вы не забыли компанию Namco? Конечно, не забыли. Как можно забыть такую компанию? Эта компания выпустила игру Rage Racer. Но игра, которую вы сейчас узнаете, во много раз круче Rage Racer. Это игра Rage Racer R4. R4? R4. R4, 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 R4. Я был просто фанатом первого Rage Racer. Я не отходил от этой игры ни на шаг. Нянькал ее, как маленького ребеночка. Укладывал спать и кормил с ложечки. А потом он вырос. И мы поссорились. Вот такая печальная история. И вот, спустя некоторое время, раздается стук в дверь. Папа, папа, я здесь! Я вернулся! Это был он, Rage Racer Type 4. Тут же я хватил его и вставил Sony. Что же я увидел? А увидел я, что игра похорошела и стала намного лучше. Словом, набралось опыта. Графика стала просто изумительной, которая удивляет и радует глаз. Машина трасс стала примерно в три или в четыре раза больше. Интерфейс удобнее и расширеннее. Но лучше будем действовать в определенном порядке. Итак, у вас есть возможность устанавливать рекорды на время и, конечно, проходить игру на аркаде. Кстати, сама игра стала немного легче. Если в Rage Racer мы играли очень заядло и мучились до посинения, то на этот раз, чтобы пройти аркаду, потребуется не больше трех часов. Но это для профессионалов. А для новичков... Я даже и сам не знаю. Вообще, теперь скорость по-настоящему чувствуется, когда вы ездите на машине. Звуки и музыка, но просто нет слов. Отбойный рейк, метал и другие стили стучат у вас весь как на протяжении всей трассы. Появились и ночные трассы. Я никогда не сомневался, что в компании Namco тусуются только одни профессионалы. Ведь это они дали возможность рисовать на капоте машины любой рисунок и потом любоваться на них, проезжая мимо рекламного столба. Такая возможность сохранена и в R4. Только рисовать стало намного удобнее. Возможности стало больше. Так давайте подведем итоги. Безусловно, гонка удалась и удалась на 100%. И лично для меня не важен тот факт, что игра на японском языке. Для меня важно, что R4 это R4. У меня есть диск-мьюзик, но у меня нет мании величия. Правда, на днях я сочинил такую классную композицию. И вообще, я самый крутой диджей во всем мире. Ну, может, чуть-чуть похуже. Итак, мьюзик появляется снова в магазине Rollsport. И теперь его платят всем. И джейм города Калининграда, и его окрестностей. Паразит, это организм, живущий в другом существе и питающийся им. А что же такое паразит Ив? Это организм, которого зовут Ив, и который живет в другом существе и питается им. Я всегда думал, что паразит Ив это игра от Сквайра. Ах да, вспоминай, есть такая игра. Паразит Ив, там еще главная героиня Аня Брэя, да? Да нет, ее зовут Ая. Нет, понимаешь, Артур, это в английской версии ее звали Ая, а в русской версии ее зовут Аня. И как раз сейчас вы узнаете об игре Паразит Ив русской версии. Для, повторяем, полностью русская версия. Ну что можно сказать, троекратное ура! Наконец-то наши научились действительно качественно переводить игры на русский язык. И ярким примером тому служит известная многим РПГ Паразит Ив. Это первая переведенная игра от Сквайрсов. И теперь мы, может быть, наконец поймем, почему все японцы тащатся от этой игры, а точнее, от ее закрученного фантастического сюжета. Правда, я не собираюсь вас в него посвящать. Сами врубитесь, если поиграете. Поговорим лучше в очередной раз об игре. Так как ее делала Сквайр, то можно ни слов не говорить о качестве графики, количестве заставок и, конечно же, звуковом сопровождении. Мы уже достаточное время знакомы с творчеством этой фирмы, чтобы поверить на слово. Одной из главных особенностей игры являются бои. Они хоть и происходят в ограниченных пространствах, но все это пространство полностью в вашем распоряжении. Вы можете бежать в любую точку экрана, уворачиваться от фражеских ударов и выстрелов. В общем, ждать, пока ваше время не достигнет максимальной отметки. И тогда вы сможете сделать любое действие. Выстрелить, использовать магию, сменить экипировку и другое. Кстати, об оружии. Ему можно было бы посвятить целую статью. Одних пистолетов, ружей, узей, автоматов, базук более двухсот видов. И каждое оружие можно усовершенствовать. С помощью плюсов можно увеличить показатели, добавить слоты. Ключами можно переносить возможности с других оружий. То же самое касается и бронежилетов. Итого, смотри, к концу игры сделайте такую невзрачную пушечку. С атакой 300, двойным действием, числотным эффектом и другими наворотами. И даже пройдя игру, вы не забросите ее, так как откроется секретная X-Game с небольшими изменениями. Как, например, 70-этажный небоскреб. И что еще можно сказать на прощание? Даже если вы прошли паразитов на японском и на английском, обязательно поиграйте на русском. Никогда не пожалеете. Только в магазине Rollsport. Настоящие спортивные очки Uvex. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки Uvex полностью защищают глаза от ультрафиолета. Не бьются и не царапаются. Абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки Uvex не искажают реальности. Они делают реальность лучше. Фирменные очки Uvex в магазине Rollsport. А теперь традиционная рубрика Help. И на этот раз я не буду давать новых секретов. По многочисленным вашим просьбам я повторяю секреты для игры Tomb Raider 3. Надеюсь, на этот раз вы успеете их записать. Tomb Raider 3. Все секреты вводятся прямо во время игрового процесса. Пропустить уровень L2, R2, L2 два раза, R2, L2, R2 четыре раза, L2. Все оружие и предметы. L2, R2 два раза, L2 четыре раза, R2, L2, R2 два раза, L2, R2 два раза, L2 два раза, L2 два раза, R2, L2 два раза, R2 два раза, R2. Все секреты. Р-2, Л-2 два раза.